Привет, красавица! Сегодня я делаю видеотег, который называется признание бьюти-гуру. Прежде чем снимать это видео, я подумала, почему бы не найти и не посмотреть подобные видео на русскоязычном ютубе. Пыталась найти, не нашла. Поэтому у меня складывается впечатление, что я на самом деле первая русская девушка, кто отвечает на данные вопросы. И именно поэтому я хочу призвать вас снять подобные видео и оставить ваши видео-ответы ниже. Итак, почему я делаю данный тег? Прочитав вопросы, поняла, что они безумно интересные, кроме того, часто задаваемые. Поэтому я решила убить двух зайцев сразу и, в принципе, утолить ваш интерес, ну и поговорить о себе любимой. Вот, так что приступим, не будем терять время, начнем. Для своего удобства я буду использовать свой планшет, потому что с него достаточно будет легко читать вопросы. Итак, начнем. Всего будет 14 вопросов. Вопрос номер один. Сколько часов в неделю ты тратишь на съемку и редактирование своих видео? Вопрос на самом деле не из легких, потому что все зависит от сложности видео. Как вы знаете, я делаю видеотеги или видео, в которых я говорю напрямую с камерой. Эти видео достаточно несложные, их можно сделать за час-полтора. Что же касается видеомакияжа или обучающих видео, то, конечно же, съемка занимает от двух до четырех часов намного дольше. Конечно, есть и такие видео, которые я снимала по восемь часов. Например, вот это вот видео, маска, оно заняло просто какое-то невероятное количество времени. Редактирование, на мой взгляд, это самая сложная вообще работа, которую можно делать. Если видеотег, то редактирование занимает, ну, наверное, часов пять. Почему? Потому что если надо... Нет, даже, наверное, не пять, наверное, пару часов. Надо видео нарезать, сделать какие-то там спецэффекты и так далее. Так как я сейчас делаю видео на русском и на английском, у меня нету субтитров, в принципе, все очень легко. А что же касается обучающих видео, то это достаточно трудоемкая работа. Во-первых, надо все нарезать, во-вторых, надо все скомпоновать, в-третьих, надо там каких-то спецэффектов добавить. Я делаю все вручную, поэтому у меня это занимает, ну, до двадцати четырех часов, наверное, от десяти до двадцати четырех часов. Например, те же субтитры занимают два-три часа, потому что сначала я пишу текст на английском, а потом я перевожу его на русский. У меня нет русской клавиатуры, я делаю это все через транскит.ру, поэтому это все занимает очень-очень много времени. Я надеюсь, вы цените весь этот труд. Вопрос номер два. Ты транжира или больше экономишь? Я, наверное, могу себя отнести и к тому, и к другому лагерю. Все, конечно, зависит от времени года. Если время года, там, весна или осень, когда начинаются скидки, то, конечно же, я трачу очень много денег, особенно я люблю покупать одежду на скидках. Что же касается косметики, немножко легче, потому что у меня уже, в принципе, есть определенная коллекция. Я не покупаю уже похожие тени, например, я могу купить похожий цвет, но только в случае, если какая-то текстура хорошая или пигментация какая-то замечательная. Так, в принципе, я уже не буду покупать такой же одинаковый продукт просто разных брендов. То есть это время уже прошло. Но в то же самое время, как бы, я определенную косметику покупаю, уходовую, для себя я покупаю косметику очень, на мой взгляд, даже дорогую. Вот, поэтому все зависит, наверное, от времени года. С периодичностью я транжираю и с периодичностью я все-таки экономлю. Вопрос номер три. Когда тебе больше всего нравится снимать или когда тебе легче всего снимать? Я могу сказать наверняка, что это выходные дни, именно этим я и занимаюсь, что снимаю свои видео в выходные дни. Кроме того, я снимаю где-то, наверное, в районе двух часов дня. Почему? Потому что на выходных мне достаточно сложно встать пораньше. Даже если я встану пораньше, я то позавтракаю, то там еще что-то сделаю, то голову помою, то приведу себя в порядок. Все занимает очень много времени, и мне на выходных просто не собраться. Если в течение недели я собранная, то на выходных мне просто не заставить быть собранной. Вот, так что где-то к двум часам дня я собираюсь и вот пару часов записываю. Вопрос номер четыре. Что позволяет тебе расслабиться перед камерой? Скажем так, прежде чем начать снимать, я всегда удостоверюсь, что атмосфера спокойна. У меня есть собака, французский бульдог, кто видел, знает, что они хрюкают, сопят, пыхтят. Он у меня еще такой мальчик эмоциональный, бегает, гавкает, там, кто ему нравится, кто ему не нравится, такой вот с характером. Поэтому если у собаки настроение боевое, то лучше даже не начинать снимать. А также я должна удостовериться, что мне никто не будет сто раз звонить, никто не придет ко мне в гости, что я буду наполовину с макияжем. Потому что просто будет жалко времени потраченного. Вот, поэтому прежде чем снимать, я всегда делаю так, чтобы атмосфера была спокойная. Откручаю телефон, например, или делаю его беззвучным, смотрю, чтобы собака была отдохнувшей, или наоборот, отправляю его на прогулку с кем-нибудь. Вот, так что атмосфера, значит, для меня очень много. Но, если честно, для меня говорить перед камерой не является какой-то проблемой, я себя очень свободно перед ней чувствую. Вот, поэтому, в принципе, наверное, атмосфера больше всего влияет. Вопрос номер 5. Какая твоя самая ужасная привычка в макияже и связанная с волосами? Это самый легкий, наверное, будет ответ. Почему? Потому что я слышу эти комментарии постоянно. Я люблю использовать оттенок тонального крема темнее, чем цвет моей кожи. Причина заключается в том, что я люблю быть немножко подзагоревшей. Но у меня в этом году, например, просто не было возможности нормально поехать отдохнуть. Только один раз, но этого не хватило, чтобы именно загореть. Вот, так что, в принципе, мне хочется быть подзагоревшей. Я загар добавляю при помощи тонального крема и бронзера. Но предупреждаю, что прежде чем это делать, удостоверьте, что вы также нанесете тональный крем или бронзер на шею и на зону декольте. Иначе это будет смотреться неестественно, и вы получите кучу-кучу критики. Что касается волос, я выпрямляю свои волосы каждый божий день. И, к сожалению, я забываю периодически пользоваться средством для выпрямления волос, которое предотвращает волосы, например, от сечения, которое защищает от жаркого эффекта выпрямлялки. Поэтому, да, это на самом деле являются две мои самые ужасные привычки. Вопрос номер шесть. Цитата, по которой, как ты думаешь, должен жить весь мир. Я боюсь, как таковой такой цитаты, наверное, не существует. Но я могу сказать, что 100% есть цитата, которую я люблю и с которой я на все 100% согласна. Эта цитата звучит так. Женщин некрасивых не бывает, бывают красивые и ленивые. Абсолютно согласна. Мне кажется, что любая женщина должна заботиться о себе. Если касается макияжа, прежде чем наносить, удостовериться, что лицо чистое, вечером лицо мыть, наносить крем, выглядеть хорошо, немножко макияжа, может быть, на каждый день. Одежда чистая, опрятая, не обязательно безумно дорогая. Но всегда женщина должна выглядеть хорошо. Вкусы у людей разные, никто не может быть красивым для всех. Но есть определенные стандарты. И женщина, мне кажется, это отождествление красоты. Поэтому я очень часто слышу, например, комментарии от каких-то там девушек с Ютуба, кто говорят, вот, это как красиво, а я-то вот не очень. Да не бывает такого, мы все очень красивы. Просто она-то побольше времени тратит на себя любимое. Советую. Вопрос номер семь. Сколько времени ты тратишь каждый день, чтобы подготовить себя? Я трачу где-то полчаса, это мы говорим, вот, встала и вышла, да, из дома. С утра я встаю достаточно быстро, я ставлю будильник несколько раз, он у меня пиликает. Но когда я встаю, мне надо полчаса. Я быстренько душ принимаю, быстренько чищу зубы, наношу косметику, макияж, выпрямляю волосы и быстренько кушаю. Полчаса мне, в принципе, достаточно, может быть, чуть-чуть больше. Если на ту же косметику, выпрямление волос, то, наверное, минут 20. В принципе, я думаю, этого времени достаточно, чтобы выглядеть, ну, не с ног шубатином, но достойно. Вопрос номер восемь. Какое твое самое любимое видео на ютубе? Но это, конечно, такой вопрос с подковыркой, потому что тут можно говорить и о своих видео, и о чужих видео. Что касается своих видео, вот, видео с ленточкой, это, наверное, мое самое любимое видео. Почему? Потому что, мне кажется, я проделала достаточно кропотливую работу. Мне очень понравился результат, который получился, мне нравится, что там такой получился 3D-эффект у этой ленточки. Думаю, что у этого видео должно было быть достаточно большое количество просмотров. К сожалению, пока что нет, но я думаю, еще не вечер. Что касается других видео, то я очень люблю видео на таком канале, как Петри Люди. Я оставлю тут линк, вы можете пойти посмотреть. В принципе, я смотрела все видео по нескольку раз. Настолько талантливый этот молодой человек. Что касается определенного какого-то видео, то, наверное, мне нравится видео Терминатора. Это видео-грим от Клэр Делес Арт. Я тоже оставлю ссылку. Замечательное видео, очень красивый эффект. Смотрится натурально. Поэтому я, когда первый раз видела, была в таком воодушевлении, в восторге. Как кто-то мог что-то такое подобное придумать? Потом сама тоже начала заниматься гримом как-то больше и больше. Но первый раз, когда увидела именно это видео, оно мне запало в душу. До сих пор оно у меня одно из самых любимых. Вопрос номер девять. Самый классный вопрос, на мой взгляд. Ютубер, у которого, как вы считаете, должно быть больше просмотров и подписчиков. Ну, тут, конечно же, можно разбить этот вопрос на две части. Например, англоговорящий ютуб и русскоговорящий ютуб. Начнем с англоговорящего. Есть такой канал, как Charisma Star. Эта девушка делает очень интересные видео. Они короткие о макияже, о красоте, но они похожи на фильмы. Они очень красочные. Девушка сама очень позитивная. Вот ты смотришь на нее и вот прямо... Прямо саму летать хочется. Прямо вау! Вот, поэтому она замечательная. Очень советую пойти к ней на канал и проверить ее видео. Что же касается русско-этичного ютуба, то у меня есть две любимицы. Ирочка и Викуля. Вика, Ковка, the cat, вот она, кстати, тут, делает замечательные видео. Во-первых, видео очень интересные, на интересные темы. Во-вторых, мне она безумно нравится, как личность, девушка спокойная, уравновешенная. Это такой человек, смотря чьи видео, мне хочется походить на нее. Она как вот пример для подражания. Вот такая вот правильная такая. Ну, не знаю, у меня с ней связаны только самые приятные какие-то эмоции. Безумно красивая, мне кажется, спокойно могла бы быть моделью. Особенно там каких-нибудь причесок, потому что волосы просто потрясные. Так что, да, очень советую ее канал, как и личность прекрасная, так и дружелюбная, да еще и замечательные бьюти-влогер-блогер. Так что, очень советую. Второй мой любимый канал, я не говорю, что кто-то на первом месте, кто-то на втором, но это Ирочка, Ирена Влади 18. Замечательный канал. Тут у меня абсолютно уже другие чувства возникают. Это Ира, у Иры похожий возраст на мой. Мне безумно импонирует этот факт, потому что каждое ее видео для меня релевантно. Есть видео некоторых бьюти-влогеров, в чьи я смотрю, некоторые не смотрю. Тут я смотрю все видео. Почему? Потому что мне кажется, что каждое видео для меня подходит. То есть, там, видео о росте волос, я отращиваю дальше свои волосы, нужное. Видео о кремах, нужное. Как ширму построить, тоже нужно. То есть, все безумно нравится. И мне кажется, видео достаточно такие вот уже взрослые. То есть, меня, например, уже не интересуют темы молодежи, там, мода для молодежи. Мне интересны уже такие серьезные видео. Это как раз тот канал, который, на мой взгляд, заслуживает вашего внимания. Вот. Так что, еще раз линки на каналы девушек. Я очень их советую. Обязательно зайдите, посмотрите их видео и обязательно подписывайтесь. Вопрос номер 10. Чего ты больше всего ждешь в следующем году? Тут, в принципе, мне очень легко ответить. Я очень жду поездки в Таиланд. Я еще не купила билеты. Я не знаю, с кем и когда я туда поеду. Но уже много лет я туда хочу поехать. И у меня уже это просто какая-то навязчивая идея. Если кто-то из вас был, пожалуйста, оставьте свои какие-то пожелания, комментарии. Где побывать, что увидеть. Очень хочу туда поехать. Безумно жду следующего года, потому что именно в этом году хочу спланировать свою поездку. Вопрос номер 11. Твой самый непристойный или странный момент при записи. А вы знаете, у меня есть такое видео про брови. Оно на английском языке. И я немножко запуталась в словах, когда говорила. И сказала, что брови должны выглядеть не как близняшки, а хотела сказать, как сестры. Но сказала похожее слово. И, в общем, все перепуталось. Мне оставили кучу комментариев. Ты что-то такое говоришь. Ты должна была сказать то и то и то. Вот это, наверное, самый такой странный, неприятный, может быть, даже момент был. Но в то же самое время я очень благодарна, что это не оставили без внимания. Значит, видео смотрят. Это тоже очень хорошо. В принципе, таких моментов, наверное, много. Часто могу какое-нибудь слово не то сказать. Причем даже не заметить. И не специально сказать. И знаю даже, какое слово надо было бы сказать. Но вот бывает. Это, наверное, издержки нашей так называемой профессии. Ничего в этом страшного нет. Ну что? Ну, как описалось, так и оговорилось. Правильно? Вопрос номер 12. Сколько времени тебя занимает, чтобы подготовиться к съемке видео? У меня, наверное, занимает это полчаса. В принципе, я подготавливаю кисточки, сделаю себе такую спокойную атмосферу. Отключу телефон, чашечку чая поставлю рядом или шоколадочку, которую я очень люблю. Сижу я обычно рядом со своей кроватью. Вот сделаю так, чтобы фон был красивый. Все это где-то занимает в таком неспешном режиме где-то полчаса. Так что полчаса. Тут вопрос очень на самом деле смешной. Что ты сейчас... Что на тебе сейчас надето снизу? Штаны, юбка или пижама? На самом деле сейчас я планирую пойти на одно мероприятие, поэтому у меня такие черные сатиновые штаны. Но, если бы это был обыкновенный день, то примерно бы все это выглядело вот так вот. И была бы я обязательно в пижаме, и как бы это ни прискорбно было признать, но выглядело бы это очень смешно. Тем не менее, очень удобно. Я думаю, большинство из нас так делают. Зачем мять штаны, когда можно закутаться в любимую пижамку? Правда? Ну и последний вопрос. Чем ты больше всего гордишься в жизни? На самом деле, я считаю, что у меня есть много вещей, которыми я могу быть горда. Наверное, одна из них это мое образование. Я имею две степени магистра, то есть достаточно по образованию, не знаю уж как в жизни, достаточно умная девушка. Жила во многих странах Англии, Америка, Швеция, достаточно долго везде жила. Была возможность путешествовать, так что я безумно этому горда и рада. Также безумно рада своим достижениям на работе, безумно рада тому, чего я добилась. Я очень горжусь этим. Что касается моего Ютуба, то это вообще какая-то невероятная гордость. Я не ожидала, что у меня будет столько подписчиков, я не ожидала, что у меня будет столько просмотров. И мне очень приятно, что вы меня смотрите, мне очень приятно, что вы подписываетесь, пишете свои замечательнейшие комментарии. Я вам безумно всем благодарна. Ну вот и все. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, на которые я сейчас не ответила, оставляйте их ниже, и я постараюсь вернуться к вам с ответом как можно скорее. Большое вам спасибо за просмотр, я вас обнимаю, целую и скоро увидимся. Пока!